Итак, добрый день, дорогие друзья! С вами Дмитрий Черепощук. Рассмотрим с вами интересные идеи на текущий день, на 12 марта, с прошедшим всех женщин праздником, с праздником весны, с международным женским днём. Ну а мы приступаем дальше к разбору рынка. Что сегодня интересное у нас, что будет интересное на следующей неделе, как вы знаете. Да, рынок получает новое вливание, новые стимулы для роста. То есть всё равно экономику пытаются любым путём поднять, как бы это ни стоило. Дешёвые деньги, недешёвые. Мы же должны как трейдеры только опираться на график, на текущие ситуации, на текущие реалии. Нам не важно, что будет завтра, нам в текущий день важен, как заработать на сегодняшнем рынке. Итак, смотрите. Очень интересно себя повела нефть, да, после запаса, выхода запаса, вот на дневном графике. На дневном это мы сейчас рассмотрим с вами в общем картину, да. То есть видите, вчерашний день был показательным. То есть мы закрылись выше предыдущего хая. Хай прошлый был 64. Вчера закрыли 7, прошу прощения, 64 close. Вчера закрылись 74, то есть на 10 центов переписали верхний хай. Это очень хороший положительный знак для лонгистов, да, для движения в сторону 70 долларов за баррель. Поэтому смотрим ещё очень показательно, что было. Это в среду, когда, в среду или в четверг, в среду вышли запасы по нефти, да. Смотрите, это была эта новостная свечка. Мы слили, сразу же выкуп, уже под вечер мы закрывались выше. Это очень хороший показатель на то, что есть сила в инструменте, да. Как вы видите, хаи, вернее лаи у нас каждый раз выше, да. То есть любое падение мы сразу же выкупаем тут же, в этой же свече, даже не дожидаясь там какого-то следующего дня, да. То есть мы стараемся выкупить любое падение. Поэтому любое закрепление сейчас вот выше зоны 64, я бы рассматривал на продолжение движения. Единственное, что пятница, да, поэтому скорее всего уже более мощное движение у нас начнётся с понедельника. Сегодня же можно рассмотреть, да, длинные позиции. Брать тейки там 3-4 к 1, не жадничать, по возможности закрывать. Если мы пробьём, конечно, уже хай этого дня, да, вот 87, сейчас более точно, да, 87, тогда уже можно посмотреть, да, как инструмент себя поведёт. Если мы хорошо закрепимся, да, на часовом таймфрейме, вот, на 5-минутке, чтобы были красивые, да, вот такие точечные бары, чтобы мы заходили на остановочки. Не когда инструментом движется туда-сюда, а когда вот есть остановочка, хорошо, можно зайти. И вчера вот очень была показательная идея, если вы заметите, вот хай прошлого дня, как раз с объёмом, всё красиво. Кто-то ругует по технике, думаю, меня понимает. Вот открытие прошлого дня, вчерашнего. Закрепление, всё замечательно, но, естественно, никто ж не обойдётся без стопов. Выносят нас, опять наверх, не дают зайти, видите, резкое движение, здесь уже было далековато, я не захотел. Но потом мы откатываемся от этого же уровня, делаем ложный пробой на объёме, прошу заметить, да, вот обычный его объём, да, средний примерно, это аномальный новостной. Ну и вот повышенный объём. То есть здесь можно было спокойно, тут раз, два, три, четыре, пять баров, можно было спокойно выставить свою лимитку, топ там примерно 20 копеек поставить и забрать своё движение. То есть если здесь вы по безубытку вышли, уже замечательно, уже вы часть какую-то прикрыли, и остальное по безубытку, это не так страшно. Сейчас же рассматривать нефть лучше в лонговую зону, уже выше или текущего дня, да, 84, но также не стоит забывать, что есть дневной прошлого дня, вернее, с дневки у нас, это уровень 64, там, с копейками. Поэтому смотрите за нефтью, очень хороший, сильный инструмент, да, очень хорошо рисует, поэтому очень технически отрабатывает, посмотрите за нефтью. Золото. Золото у нас после пробития вот этого ключевого уровня 17.85 устремилось вниз, да, вчера мы всю недельку, в принципе, да, с 5 числа, 5 это у нас прошлой пятницы, да, продемонстрировали откат. Откат это сугубо на медвежьем, да, таком тренде, то есть это только был откат, здесь лонговать никакого смысла не было, да, если вы не скальпер, да, не берете краткосрочные идеи, тогда, конечно, вот, можно было заработать. Но если смотреть более позиционно, да, как свинк или внутридневную торговлю, то, конечно, лучше рассматривать по тренду. Вот, сегодня, сейчас на 5 минутке вам покажу, вот был уровень, да, четко видно, все хорошо, 17.20 с утра отработали, вот, пошли ниже, сейчас вот пока болтанка, да, возле вот этого уровня, 17.10, посмотрим, что будет, ну, вообще, рассматривать, конечно же, золото в шорт, потому что, видите, как для лонгистов, да, если брать, кто-то тут покупал, в любом случае, кто-то продавал, как для лонгистов, видите, вчерашний день закрылся очень плохо, да, то есть пытались выйти наверх, задавили, кинули хвост вверх, то есть рисуется на шорт, вот. Все у нас хаи понижательны, то есть каждый раз, какой бы выкуп ни был, он сразу же задавливается, идем ниже. Поэтому я бы рассмотрел, вот, в случае пробоя 17.10, можно посмотреть на шорты, запас хода у нас к 16.90, единственное, что, я бы был осторожен в этой ситуации, потому что уже многовато прошли. Скорее всего, скорее всего, под открытие Америки, да, она открывается у нас после обеда 16.30 по киевскому времени, 17.30 по Москве, если я не ошибаюсь. Я бы дождался вот отката, скорее всего, он произойдет, да, ближе, вот, к открытии сессии по Америке, и тогда уже посмотреть, что будет. Вот, от этих зон я бы предпочел лучшую точку входа, дождаться, это будет более уверенное, более правильное, да, после отката у вас будет опять полный запас АТР, да, то есть среднедневного движения инструмента. Вот, здесь можно посмотреть, ну, я бы не стал честно, уровень есть, да, все красиво, но уже многовато прошли. Поэтому ждите откаток 17.20, и здесь уже более красивая точка, я думаю, нарисуется на продолжение движения, чтобы вы открыли по лучшей цене свой шорт. Евро-доллар, евро-доллар тоже очень на данный момент интересный инструмент, как видите, не стали нас, да, заливать, то есть вплоть до, там, 1.18.02, но тем не менее. Закрою браузер, да, по евро-доллару, опять же, видите, пытались нас вернуть в канал, сейчас я расширю, чтобы вам было виднее, пытались нас вернуть в канал, да, этот, который мы тестировали верхнюю границу, сейчас же закрепление идет ниже. Если нам удастся, сегодня нужно переждать этот день, да, посмотреть, какой он будет, потому что пока не ясно. Закрытие выше, сейчас нас закрывают опять ниже, если нас закроет сегодня, вот дневная сейчас закроется ниже 1.1967, тогда, конечно, рассматривать на продолжение шутов. Сегодня я бы не лез в этот инструмент, объясню почему. Во-первых, похоже, аналогичная ситуация, как с золотом, уже был пробит этот уровень, да, сходили какое-то движение, поэтому здесь уже нецелесообразно, мы уже потратили, да, свой запас, свою энергию на сегодняшний день, поэтому нужно дать инструменту уже или отстояться, или сделать откат, и тогда можно на коротенький какой-то стоп, да, попробовать все-таки взять от этого дневного уровня шорт. Но более безопасная, более правильная, да, там, скажем, точка, будет, если, конечно, мы этот день переждем, посмотрим, как он закроется, и только тогда уже будем принимать решение. Если закрывается ниже, тогда уже можно свободно открывать шорты, ваша сделка в любом случае, будет она прибыльная или убыточная, она будет правильная, потому что это был ложный пробой, закрылись мы ниже, значит, пойдем ниже. Рассматривали ли я лонги, я бы не рассматривал, потому что, вы видите, нас все равно каждый раз поджимают, поджимают вниз, то есть, как бы там ни было, все равно, какой бы канал ни рисовался, нас поджимают вниз. Поэтому лонги я по этому инструменту не рассматривал. Если будет нас удерживать, там, 3-4 дня выше этого уровня, конечно же, я не могу это игнорировать, да, я трейдер, я подстраиваюсь под рынок, поэтому я бы посмотрел, да, на лонги. Пока, пока не выглядит этот инструмент, как на лонговый, да, или хотя бы на какую-то рейнджевую ситуацию, потому что все время нас давят, давят, давят вниз. Еще хотел очень рассмотреть с вами ситуацию, кто торгует российский рынок, это доллар-рубль пара, смотрите, какой у нас великолепный уровень, кто торгует по технике, я думаю, очень тоже пристально наблюдает за этим уровнем. Вчера произошло пробитие 73 500, да, колоссальный уровень, колоссальные силы, посмотрим, что сегодня будет, да, какая будет развязка. Вот, я себе уже отметил уровень прошлого дня, да, то есть лой, который будет более актуальный, чем этот уровень, да, потому что если пробиваем его, скорее всего, мы пойдем еще ниже. Пока ситуация, стоим выше этого уровня, да, видите, какой-то идет распил, нет нечеткости, вчера тоже, если взять пятиминутку, да, вот, мы распилили, распилили, пошли выше, тем не менее, под вечерку опять закрылись. Сегодня ситуация может повториться, поэтому наблюдаем пока, но очень интересна будет развязка по этому инструменту. То есть, если мы, конечно, пробиваем 73 500, мы можем то же самое увидеть, как евро-рубль. Тоже был очень сильный уровень, да, видите, не такой сильный, если я вот сейчас включу, доллар-рубль и вот евро-рубль, не такой сильный, да, тут всего лишь там три касания, тем не менее, мы его пробили и скорректировались с 89 500 на 87, там, 88 тысяч, то есть полторы тысячи, там, полторы тысячи пунктов где-то мы прошли безоткатно, да, пока стоим, вот тоже в каком-то боковичке, пока не ясно. Точно такое же может произойти и по доллар-рубль, то есть мы пробиваем и улетаем там буквально на 2-3 тысячи, что послужит вам хорошим тейком, да, при текущей волатильности, хорошей прибылью, вот, и вы сможете насладиться этим движением планомерно по тренду, то есть не боясь каких-то откатов, потому что любой откат будет служить только для того, чтобы зайти по более выгодной цене, да, тренд у нас сохраняется. Поэтому посмотрим, что будет по паре доллар-рубль, это моя рекомендация, присмотритесь обязательно. Так, это все, в принципе, что я хотел показать, да, вам на текущий день, на текущей реалии рынка. Наблюдаем за нефтью, да, в лонг я сказал доллар-рубль присмотреться на шорт, золото продолжает свое шествие вниз, да, вот видите, мы только обсуждали, что запил, вот вышли еще ниже, то есть еще ниже идем. Посмотрим, как будут развиваться данные события. Всем хороших выходных, главное не болейте. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok